Всем привет! Я нахожусь на берегу Средиземного моря. Это Турция, Анталия. Мы только что вернулись из Ликийской тропы. И сегодня будет небольшой обзор на легкоходные надувные коврики от китайского производителя Хитр Хайк. Давайте посмотрим. Давайте пройдемся по основным характеристикам данных надувных ковриков. Значит, основной материал, из которого изготовлены коврики, это двухслойный 20D нейлон ТПУ. Форма ячеек у них, так называемая ЭГ-слот, яйцевидные ячейки. Видите, такие в виде шестигранников. Клапан здесь двойной. Открываете, потом надуваете и уже окончательно закрываете и ничего не спускает. Можно использовать еще насосы. Отверстия здесь стандартные. Но вот этот синий мы покупали немного позже, зеленый покупали немного раньше. Им уже, этим уже больше двух лет. Этому где-то год. То отверстия надувные здесь отличаются. Эта моделька, кстати, какая-то более то ли плотная, то ли что. Но по весу она не одинаковая. Вес у них, смотрите, 550 грамм и размеры 190 на 58 и высотой до 6 сантиметров. В сложном состоянии размеры это 23 на 18. Максимальный удерживаемый вес данных ковриков это 200 килограмм или 450 лб. Ну это реально для таких тяжеловесов. Ну и подо мной у меня вес 90 килограмм, они не прогибаются, отлично держат. В комплекте идет еще резинка стягивающая и набор так называемой самоклейки. Если у вас какая-то дырочка, вы можете себе отрезать, наклеить. Есть инструкция, как их клеить. И мы в походных условиях, кстати, клеили. Один зеленый наш прокололся в лесу. Я не знаю, на иголках возможно прокололся. Ну и потом все там два года ни одного прокола. Всю Турцию, Ликийскую тропу прошли ни одного прокола. Здесь, смотрите, какая мембранка стоит. Вы воздух надуваете, обратно он не выходит. Плюс еще сверху кнопка, которая не дает воздуху выходить. Ничего не спускает, они клапаны держат, отлично. Так что насчет этого можно не переживать. По стоимости они, эти были 25 долларов. Этот уже, по-моему, сейчас дешевле. То ли 20, то ли 22, я не помню. Ссылочку на матрасики я укажу под видео. Покупал у одного и того же официального представителя на Алиэкспресс. И давайте сейчас надуем их, посмотрим, как они надуваются. И как они держат вес, и как они будут плавать, вести себя в воде. Поехали. Коврик имеет два надувательных клапана. Это вот так называемый на подушку и на основную часть. Поэтому даже если у вас где-то пробьется основная часть, подушка у вас не сдуется, подушку сложно пробить. И давайте посмотрим, как его легко и просто накачать. У меня идет обычно где-то 12 полных объемов моих легких. Четырнадцать. Четырнадцать духов, да? Окей. И качаем подушку, обычно 5-6 идет. Смотрите, у меня рост метр семьдесят пять. Это полностью лежит все тело. Если накачать подушку дуже туго, незручно спать. Да, подушечку желательно на ночь ее можно немножко подспустить, и проблем не будет. Но вполне комфортно. То есть мы даже думали их не брать в последний поход, но решили все-таки взять, потому что комфорт превыше всего. Ну, лишнее полкило это придется нести на себе. Тем более, если вы используете какие-то еще дополнительные коврики, ненадувные, то комфорт будет еще круче. Ложите сначала такой коврик обычный, свой из пенки, и сверху на него надувной. И спать вообще супер, отлично. Единственное, все-таки, трошки ковзают эти надувные матрасы, и в ночи трошки заезжаешь вниз. Да, то есть единственный минус это то, что немного тело у вас скользит по самому матрасу. То есть даже спальничек, он немножко скользит по этому. Единственный минус, все. А так комфорт отличный. Ну, и сейчас, сейчас мы его впервые проверим в воде, как он держит. Давайте. Ты уверен, что он не тонет? Китайцы пишут, что он вода не проницает, и сейчас мы его проверим. И ты на маню вырисовывал его потестовать? А я про это не знаю. Все, тогда купаться. Пока солнышко не село. Всем спасибо за просмотр. Кому понравилось, ставьте лайк. Добавляйтесь в друзья в старых сетях. Подписывайтесь на канал. До новых встреч. Пока-пока. Надеюсь, вы поняли, что это была шутка. Плавать на нем нельзя. Китайцы так и пишут, что не использовать его на воде. Но то, что водонепроницаемый, мы проверили. Реально он влагу не пропускает, не спускает, не тонет. Можно на него залезть, можно на нем поплавать. Но не надо этого делать так, как мы. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok